Переходим к локальной записи. Локальная запись, то же самое, опять определяем путь к файлу, куда вам надо сохранить видео. Горячие клавиши запуска стрима. Это нам плюсы и нам минус при остановке. В принципе, то же самое, что и в остановке. Горячие клавиши выбрать то, что вам надо. Горячие клавиши запуска стима и клавиши остановки. Я поставлю себе нам плюс и нам минус. Как бы это оптимально стоит у меня и мне уже привык к этому. Так, переходим к локальной записи. Локальная запись, то же самое, опять же, у меня и мне уже привык к файлу, куда вам надо сохранить видео. Горячие клавиши запуска стрима. Это нам плюсы и нам минус при остановке. В принципе, то же самое, что и с прямым эфиром, только здесь локальные записи меньше. Да и все понятнее. Переходим во вкладку видео. Видеокарта. Выбираем вашу видеокарту основную. Если у вас их несколько, как у меня, то выбираем вашу основную видеокарту. Вот в моем случае GTX 560. Так, базовое разрешение. У меня стоит 1920 на 1080. Это стандартное разрешение монитора. Также вы можете поставить, например, там, 1280 на 720 и фильтр, если у вас так будет стоять, там, вот, из этих разрешений, то лучше поставить фильтры ланцоша. 36 сэмплов будет вполне достаточно. Так, кадры в секунду. По мучению стать 30. Но в 30 это будет идти с лагами, с зависаниями. То есть, когда я снимал первое видео, у меня, в принципе, вот такие были зависания, потому что было 30 фпс. Я разобрал с этим и поставил 60. То есть, сейчас у меня лаги, в принципе, убрались. И... Ой, прошу прощения. И... Сейчас снимаю без лагов, то есть, все спокойно. Переходим во вкладку аудио. Так, сохраняем. Здесь вы выбираете устройство воспроизвенения, то есть, например, колонки, там, динамики, наушники, все такое. То есть, у меня стоит RealTech-овский, то есть, спокойно. Микрофон. Микрофон убираем так же, вот у меня их. Вот несколько, то есть, можно отключить там, по умолчанию, который у вас стоит, или выбрать свой. Так, использовать нажми и говори. То есть, если вы не хотите снимать все видео со звуком вашим, то есть, как вы все говорите, то вы можете нажать, там, выбрать клавишу, например, какую-нибудь там, наверное, там, 0. И, держа 0, вы говорите. Там, так же можете нажать там 0 и выключить там, наверное, на точку. То есть, можно сделать и так. Так, задержка, ник, ну, это там, 200 такая. Оставляем. Горячая клавиша, вот включение и отключение микрофона, вот она и есть. Горячая клавиша, включение и отключение звука, то же самое, но я этим не пользуюсь, так как мне этого нету смысла. Принуждительный режим моно. Ну, честно скажу, это, в принципе, не надо, этот моно звук, по-моему, будет немножко даже похуже, чем есть. Так, ну, в принципе, здесь все, здесь такого уж, по-моему, ничего нету. Расширенный переходим. Здесь ставим все, как у меня. То есть, здесь самые оптимальные, так сказать, настройки, процесс приоритета. Ой, приоритет процесса. То есть, средний, в принципе, можно поставить и на высокий, но это будет больше упружить вашу систему. Если у вас так и так есть зависание, подвисание, то вы можете поставить на низкий. В принципе, на качестве это не так уж прямо скажется. Так, видео. Спасибо. 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 Продолжение следует... В тяжелых лесах категория, которая приводит к победе. Продолжение следует... Восемь стран мира, пятьдесят бойцов встретятся на ковре и сразятся стенка на стенку. Здесь сила духа определит сильнейших. Евразия-брысы. Грандиозная битва. В прямом эфире на телеканале «Боец». Все здравствуйте! Вы смотрите телеканал «Боец». В эфире программа «Ближний бой». Меня зовут Никита Белоголовцев. Как всегда, в этой студии будем задавать максимально жесткие и неожиданные вопросы. И я надеюсь, услышим на них максимально откровенные, честные и обстоятельные ответы. Давайте сразу же расскажу, что сегодня у меня в гостях Алексей Горблев, первый заместитель исполнительного директора Федерации Кёкусинкан Каратэдо России. Алексей, здравствуйте! Добрый день! Я напомню, у нас в программе, как всегда, будет три раунда, и сейчас самое время начинать с первой из них. Поехали! И по еще одной традиции мы начинаем каждый раунд нашей программы с информационного сюжета, для того, чтобы у вас было больше знаний, для того, чтобы у нас было больше пищи для разговора здесь, в студии. И наш первый сюжет. Основная тема нашей программы – это второй чемпионат мира по Кёкусинкай каратэ, Всемирного союза Кёкусинкай, 3 и 4 октября, Хабаровск. Четвертый особенно важный день, финальные поединки и их трансляция на телеканале «Боец». Не пропустите, ну а сейчас не пропустите сюжет, смотрим. Старт второму чемпионату мира по Кёкусинкай будет дан уже совсем скоро, а именно 3 и 4 октября в Хабаровске. На татаме сойдутся сильнейшие представители Кёкусина на планете. Чемпионат мира в Хабаровске обещает стать самым масштабным событием в истории контактных восточных единоборств по охвату стран, участвующих в международных организациях и количеству спортсменов. Это около 300 каратистов из 50 стран мира и 7 международных федераций. Такого в истории контактного каратэ еще не было. Ожидается, что зал вместимостью 7 тысяч зрителей будет забит под завязку. Для нашей страны, как и для команд других государств, максимальная квота – один человек весовой категории. Поэтому от России в чемпионате мира примут участие 14 спортсменов – 9 мужчин и 5 женщин. Отбор в сборную был сложным, поскольку заслуженных бойцов в нашей стране хватает, тем более что рассматривались кандидаты сразу от нескольких федераций. Поэтому можно быть уверенными, что в команду попали только сильнейшие. Конечно, всем болельщикам сборной России хочется, чтобы наша команда выступила не хуже, чем на предыдущем чемпионате мира, который прошел в 2013 году в столице Болгарии – Софии. Тогда наши кюкушиновцы завоевали 11 золотых медалей. И вот новый старт. В соперниках будут представители Японии, Литвы, Испании, Болгарии и не только. И самое важное – прямую трансляцию финалов второго чемпионата мира по кюкусинкай можно будет увидеть только на телеканале «Боец 4 октября». Не пропустите! Алексей, первый вопрос может быть несодержательный, но уверен беспокоящий всех и меня, и наших зрителей. Три разных слова прочитал я, представляя вас и представляет чемпионат. Кюкусинкан – каратэ-до – это федерация, в которой вы первый заместитель исполнительного директора, и кюкусинкай – это чемпионат мира. Для всех неофитов или просто не разбирающихся в тонкостях японской лингвистики. В чем разница, если она есть? Разницы практически нет. На самом деле, тот вид каратэ, которым мы занимаемся, которым мы пропагандируем, и который представлен будет на нашем чемпионате мира, называется кюкусин. Через йо. Дело в том, что этот вид боевого искусства пришел к нам в страну, и как во многие страны мира, не с востока, а с запада. Знакомились наши первые каратисты, наши первые поклонники этого стиля с этим стилем по работам, опубликованным на английском языке. И в силу этого возникли определенные расхождения в том, как следует читать название этого стиля. Некоторые говорят кюкушин, некоторые говорят кюкушин, третьи говорят кюкусин. Много разных вариантов. Но речь всегда идет об одном и том же. Но смотрите, я правильно понимаю, что это вопрос исключительно разного транскрибирования на русский, и в японском это одно и то же слово? Абсолютно верно, абсолютно верно. Речь идет о разной транслитерации. Окей, тогда еще уточню добавление ай в конце. Это тоже вопрос исключительно... Стиль карате называется кюксин. Но организация, которая его культивирует, может называться либо кюксин-кай, кай это общество, либо кюксин-кай-кан, имеется в виду общество и организация. Все равно это по-японски называется организация. Либо кюксин-кан. Это тоже еще один вариант. А кан это что значит? Кан это дворец, дом. Все равно это название организации. В силу того, что кюксин имеет довольно длительную и богатую историю, и сложную историю, на сегодняшний день существует несколько международных организаций, и они для того, чтобы как-то друг от друга немного отличаться, варьируют в своих названиях кай-кан, кюксин-кай-кан. Разные варианты. Так, давайте теперь краткий вывод для тех, кто чуть-чуть потерялся. Не боимся путать йо и и о в начале. Стиль карате кюксин или кюкушин-кан, с окончанием на н-кай или кюкушин-кай, кюкушин-кан. Все это, в принципе, одно и то же. Все это одно и то же. Окей, я уверен, у многих теперь гора с плеч, потому что многие панически боялись, что они совершают какую-то ошибку или оскорбляют, неправильно называя. Давайте поговорим теперь о чемпионате мира. Уже затронули чуть-чуть вот эту довольно болезненную тему раздробленности, которая возникла в кюкушине после смерти основателя. Удалось ли объединиться сейчас целиком, и можно ли говорить, что вот этот второй чемпионат мира, это действительно история, которая объединяет всех, кто занимается этим стилем карате? К сожалению, раскол, произошедший в стиле кюксин, затронул такие фундаментальные структуры, как международная организация и те национальные организации, которые существовали в рамках этой международной организации. Это был процесс длительный и очень сложный. На сегодняшний день существует, наверное, полтора десятка разных организаций разного масштаба деятельности. И, конечно, воссоздать единство за тот короткий промежуток времени, который существует в Всемирном Союзе кюксин, а это четыре всего года, практически невозможно. Тем не менее, сделана очень большая работа, проделана большая работа. И на сегодняшний день Всемирный Союз кюксин объединяет три крупные организации, действительно мирового масштаба. И, кроме того, в этом чемпионате мира, который будет проходить в Хабаровске, как вы сказали, 3-4 октября, впервые примет участие сборная команда одной из крупнейших мировых организаций кюксин, международной организации карате Син Кюксин Кай. Таким образом, сделан действительно огромный шаг к воссозданию единства стиля. Но, к сожалению, не все организации еще откликаются на наш призыв. Разные лидеры видят по-разному будущее карате. Карате Кюксин, своих организаций. И, к сожалению, конечно, в Хабаровске будут представлены не все организации кюксин. Тем не менее, 10 международных организаций. Если мы говорим о ведущих бойцах, насколько вот это представление не всеми организациями снижает общий уровень участников? Конечно, это серьезный удар по уровню участников. Безусловно, по тому уровню, который мы будем видеть на ту...